Очень многих из вас интересует, как правильно хранить и варить замороженные хинкали. И самый часто задаваемый вопрос, ребята, это почему после заморозки и последующей варки хинкали могут трескаться. Вопросов этих настолько много, что я решил снять отдельное видео на эту тему. И перед тем, как мы начнем, я хочу просто всем сказать огромное спасибо за ваши теплые и невероятно добрые комментарии в адрес хинкальных роликов. Также хочу поблагодарить рестораторов, которые полностью оценили наш труд и с кем мы абсолютно согласны, что в ресторанном бизнесе замороженных хинкали быть не должно. В ресторане только хинкали из-под ножа, только свежие. А сегодня мы будем говорить с вами о том, как в домашних условиях сделать правильный, как правильно заморозить хинкали и как правильно их сварить. И чтобы все с ними было хорошо. Обязательно в конце ролика мы с вами сварим несколько штучек замороженных хинкали. Они у меня в морозилке 4 дня уже лежат. И посмотрим, как они себя поведут и что из этого получится. С вами Рестайли Фэмили. Канал, на котором не только вкусно готовят, но еще и пытаются объяснить, как это правильно сделать. Авансом ставим лайк этому видео. Я Валеко и поехали. Я набросал, ребят, здесь несколько для себя тезисов. Я сейчас по ним пробегусь быстренько. И для того, чтобы нам с вами получить идеальное тесто, которое не будет трескаться при варке замороженных хинкалей, нам нужно вернуться к истокам, к самому началу процесса. Начну я с того, что хинкальное тесто состоит из трех ингредиентов всего. Это мука, вода и соль. Яйца, уксус, масло, волшебная палочка. Здесь нам не помогут, не потребуются. Хотите, конечно же, добавьте, что вы считаете нужным. Но это будет уже не хинкальное тесто. Первое. Мука у нас с вами пшеничная должна быть. Обязательно, желательно, вернее, высших сортов. Обязательно она должна быть просеянной, чтобы она напиталась кислородом. Второй момент. Очень важный момент, друзья, это вода. Вы скажете, что такого вода? Ну, вода и вода. Вода должна быть просто очень холодной. Она не должна превышать 5 градусов Цельсия. И это очень важно. Если вы нальете теплую воду, то тесто вы получите жесткое и твердое. А нам с вами нужно эластичное тесто. Идеальное. Третий момент. Часто меня спрашивают, почему ты не растворяешь соль в воде. И так не замешиваешь тесто. Нет. Отвечу, я растворяю. Я смешиваю сыпучее с сыпучим. То есть муку с солью я сначала просто перемешиваю. А потом добавляю ледяную воду. В ледяной воде соль я не растворяю. Следующий момент, друзья. Очень важный. Это замес теста. Между замесами теста мы обязательно даем ему отдохнуть. Минут на 15 в холодильник кладем, чтобы высвободилась клейковина. Это очень важно для эластичности теста. И естественно, от хорошего замеса зависит результат. На этом мы времени не жалеем. Качественно и хорошо вымешиваем его до однородности. До полной однородности. На нашем канале есть два вида замеса теста. Если кто-то не смотрел и первый раз включился, я леплю и ручное тесто. Также делаю тесто при помощи теста-раскаточной машины. Оба этих рецепта будут, как обычно, под видео. Ссылочки на эти рецепты будут, как обычно, под видео. Еще момент хочу сказать. Очень многие путают. Бывали и такие у нас случаи, которые ребята пишут, что ничего не получается. Оказывается, они перепутали тесто для ручного замеса и для теста-раскаточной машины. Ингредиенты одни и те же, но количество в них совершенно разное. Если у вас ресторанный рецепт, вы никогда не сможете вымешать это крутое тесто руками. А если наоборот, вы взяли ручное тесто и положили его в раскатку, начали раскатывать, то у вас получится просто каша. Ребята, еще один момент, который я не мог сегодня обойти стороной, потому что есть тоже вопросы по поводу бульона в хинкали, в готовых. Здесь, смотрите, мы сегодня хинкали с вами лепить не будем. У нас есть два подробнейших видео рецепта, как это правильно сделать. Ручная лепка и ресторанная лепка. Я просто сегодня хочу сказать одну вещь, что количество бульонов хинкали прямо пропорционально количество воды, которую вы положите в фарш, которую вы будете закрывать. Здесь все зависит только от ваших навыков. У нас усредненное количество воды. Если вы сможете закрыть более жидкий фарш, конечно же, получите более насыщенный, навалистый и с бульоном хинкали. Мы с вами их слепили. И следующий очень важный этап, это как правильно их хранить. Как только мы их выкладываем, вот у меня просто поддон из холодильника прям, и на него я постелил вот такую вот пластиковую салфетку. Такая обычная пластиковая салфетка. Для чего я это сделал? Для того, чтобы когда они замерзнут, их легче было бы снимать с нее. Мы же мукой ничего не подпыляем, нам лишняя мука не нужна. А если вы положите на пластик, либо на тарелку, они прилипнут. Их придется отдирать. А вы их повредите этим самым. Тесто здесь у нас нельзя повреждать, оно очень тоненькое. Как только они замерзнут, мы берем полиэтиленовый пакет и начинаем их складывать. Вот так вот. Я же сказал, что они у меня 4 дня уже хранятся. Я их просто выложил для наглядности, чтобы показать, как их свежим выкладывается. Теперь, очень важно, завязываем пакет и удаляем весь воздух из них. Максимально удаляем весь воздух. И вот в таком виде мы их храним. Храниться в таком виде они могут до двух недель. И ничего с ними не произойдет. То есть, если вы решили сварить себе штучек 5, допустим, достали 5 штук, опять завернули пакет, завязали его и убрали в морозилку. Если этого не делать, то в морозилке, особенно в морозилке на Уфрост, влага со временем будет выветриваться. То есть, особенно на Уфрост, он выдавливает, как бы выветривает всю влагу из теста. Тесто обезвоживается. И это, наверное, самый основной момент, почему хинкали могут треснуть. Без воды это тесто, оно и так там воды нет, оно там чуть-чуть воды, оно очень тоненькое. Если вода оттуда уйдет, оно у вас треснет. Я уже поставил водичку, подсолил ее немножечко. Сейчас мы с вами сварим хинкали и посмотрим, что у нас получится. Ребят, вода у нас с вами закипела. У меня, как обычно, наша хинкальная 5-литровая кастрюля. Она подсоленная уже водичка. И сейчас мы что сделаем? Мы опустим наши замороженные хинкали в кипящую воду. Ни в коем случае не нужно, чтобы они у нас были, чтобы они размораживались. В замороженном, видимо, бросаем. Это очень важно. Варить просто мы их будем немножко дольше. Минут 15. И какой очень важный еще момент. Не кладем больше хинкали, чем 5-6 штучек на 5-литровую кастрюлю. Потому что они у нас холодные и они могут настолько охладить воду, что хинкали будут киснуть просто там, а не вариться. Тоже очень важный момент, чтобы они у нас не треснули. Итак, поехали. Водичка закипела, хинкали замороженные. Бросаем. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Вот они как надо все потонули. Видите, ушли на дно. Еще один момент, не менее важный. Мы их обязательно помешиваем. Зачем мы это делаем? Потому что они у нас на дне, чтобы они не прилипли к дну кастрюли, пока они не всплывут, мы их постоянно мешаем. Вот таким вот образом. Немножечко. Крышкой мы при варке не накрываем и обязательно помешиваем. Если огонь будет очень сильный, мы его уменьшаем. Хинкали не должны сильно кипеть. Процесс кипения должен быть такой, он слегка должен быть. Если у вас сильно закипела вода, просто немножко убавьте огонь, либо долейте холодную воду. И вот где-то на 6-7 минуте они у нас начали всплывать. Как только они отрываются от дна, их можно уже не мешать, просто контролируем процесс кипения воды. Он не должен быть очень сильным. Вот такой вот должен быть процесс кипения, ребята. Еле-еле водичка должна у нас с вами кипеть. Вот это правильно. И как только, сейчас смотрите, не знаю, на камеру будет видно или нет, такой у каждого хинкали должен поясочек из пузырьков появился, появиться. И как только он появится, это говорит нам уже о том, такой сигнализатор, то, что они готовы. Все, ребят, прошло ровно 15 минут, как я и говорил. Поясочки из пузырьков образовались вокруг каждого хинкали. Мы выключаем огонь, останавливаем холодной водой процесс приготовления, или процесс кипения, кто-то его называет так. И начинаем доставать. Смотрим, что у нас получилось. Сейчас будем пробовать. Ребят, смотрите, замороженные хинкали сварились. Давайте посмотрим на внешний вид, как они выглядят. По-моему, идеально. Ничего у нас не потрескалось. Выглядят они аппетитно, ароматно и очень вкусно. Пробуем, смотрим, что у нас получилось. Вот, я выберу, какой есть. Ребят, сока там полно просто. Посмотрите, я сейчас вижу. Замороженные хинкали. Посмотрите сюда. Испортил я хинкали реально. Смотрите. Мороженые хинкали, еще раз говорю. Это обалденно вкусно. Просто хочу сказать, что если у вас остались еще какие-то вопросы после этого ролика, пишите, конечно. Мы всегда на связи. А так я со всеми прощаюсь. Вроде бы ответил на все вопросы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok